Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Мы озвучим наши вопросы с сайта. Вопрос 359. Матфея. Отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его счастье. Что это означает? Ответ. Иван Геод Матфея. И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил. Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Прочи мне, как я хочу, но как ты. Сейчас страдание Христа, чаша мучения, уже было рядом. И он должен был ее испить. Христос был Бог и человек. Истинный Бог и истинный человек. От Иоанна. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисусе, и говорит. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Грехи всего мира, от первого до последнего человека. Все, что разделяло людей с Богом в мыслях, словах и делах, все это он взял на себя по любви, добровольно, чтобы удовлетворить Божью справедливость, ибо возмездие за грех смерть. Порок Исаия, называемый ветхозаветным евангелистом, прозревал это событие так. Исаия. Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. Мы видели Его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен перед людьми. Муж скорбей и изведавшей болезни. И мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он извязан был за грехи наши. И мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем. И ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца введен был Он на заклание. И как агнец, предстригующим Его безгласен, так Он не отверзал уст своих. От уст и суда Он был взят. Но род его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых. За преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями. Но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха. И не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его. И Он предал Его в мучение. Когда ожит душа Его и принесет жертву в милостивление, Он узрит потомство долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он праведник. Раб мой оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему Я дам Ему часть между великими. И сильными будет делить добычу. За то, что предал душу Свою на смерть. И к злодеям причтен был. Тогда как Он понес на себе грех многих, из-за преступников сделал Сахадатаем. Христос как Бог знал все. И как человек смирялся, страшась этой казни. И самое главное, прозревая вершину страдания, Богооставленность трепетал в ужасе. От Марка в девятом часу возопило Иисус громким голосом. Элои! Элои! Сломаса вахвани! Что значит Боже мой! Боже мой! Для чего Ты меня оставил? О двух Божьих естествах и двух Божьих волях Будут великие споры несогласия. Для утверждения истины и поражения Монопизицы и монопилицицы будут собраны соборы. Эти ереси все еще живы в копской армянской церквах. Православный человек именно на этом стихе Может утвердиться в том, что вселенские соборы Утвердили истину, как человек он просит. Да минует меня чаша сия, но как Бог смиряется пред Отцом, Говоря, да будет воля Твоя, на сей час я пришел. То есть он смиряется и покоряется. Дальше. Вопрос 360. Том 1, открытым оком. Объясните, пожалуйста, в каком смысле Понимать слово бодрствовать? В прямом или еще в каком? Ответ. Слово бодрствовать означает не спать, бдеть, ожидать, стоять на страже. Это касается обыденной жизни сторожей и духовной. Быть осторожным, не забывать быть бдительным над своей душой, ожидая пришествия Христа. Псалом 126. Если Господь не созиждит дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Еремия. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. От Матфея. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы, и не дал бы подкопать дома своего. Деяние. Посему бодрствуйте, помятуя, что я три года, день и ночь непрестанно, со слезами учил каждого из вас. Первое Петра. Посему, возлюбленные, припоясав через славу ма вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Первое Петра. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Первое Петра. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Первое Коринфяна. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, Колоссянам. Будьте постоянны в молитве, бодрствуй в ней с благодарением. Первое Петра. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Первое Петра. Убиршего за нас, чтобы мы бодрствуем ли, или спим, что там этот, жили вместе с ним, откровение, бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду для тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Откровение. Се, иду, как тать, блажен, бодрствующий, и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему ногим, и чтобы не увидели срамоты его. Вопрос 361, первый том открытым оком. Объясните слова, Евангелие от Луки. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Ответ. Кто не трудится над душой, взрывает данные от рождения талант, приобретенные навыки, не употребляет на помощь ближнему, то Господь не даст в будущем исполнится намеченным планом. Дерево будет засохшим. Такой человек думает только о себе, о приобретении. Сирахов. Да не будет рука твоя, распростертую к принятию и сжатую при отдании. Вот это главное. Вопрос 362, Сафония. И будет в день жертвы Господней. Я посещу князей и сыновей царя и всех, одевающихся в одежду иноплеменников. Что является одежда иноплеменников для верующих людей? Ответ. Начнем с примера. У каждого народа есть своя национальная форма одежды. У русских это рубашка на выпуск под пояс. Кажется, в этом никто не сомневается. Все казачьи хоры, фольклорные ансамбли в расшитых косоворотках, рубашках, до колен и обязательно пояс с кистями. Посмотрите на картину художников Репина, Сурихова, Поленова и других. Всюду и везде русский человек изображается именно так. И сегодня кого из своих знакомых вы найдете, чтобы носил рубашку на выпуск под пояс? На тысячах знакомых ни одного. У всех рубашки заправлены в брюхе, а это немецкая форма. Зачем она нам? В нашем уставе деревенская община поселка Потеряевка есть такой пункт, обязывающий всегда носить пояс поверх рубашки на выпуск. Кажется, ни по одному пункту так не сопротивляются новопоселенцы. Почему? Слово пояс встречается в Библии сто двадцать четыре раза и только один раз распоясается, и то в отрицательном смысле. Услышав это, вы сегодня оденетесь по-русски? Посмотрите на женщин на старых фотографиях и посмотрите сегодня, что мы видим. Почти сто процентов женского пола залезли в мужские брюки. Второзаконие. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие. Посмотрите на женские юбки, сколько на них разрезов, как будто весенняя собачья свадьба точила зубы на ней. Все это мерзость и запустение в нравах, и Бог обещает наказать из-за этого. Поднять высоко подол считалось позором. Слово «высоко» означало оголить пятки. Исайя, сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки, откроется нагота твоя, и даже виден будет встыд твой. Совершу мщение и не пощажу никого, Еремия. И если скажешь в сердце твоем, за что постигло меня это, за множество беззаконий твоих, открыт подол у тебя, обнажены пяты твои, пяты, пяты. Пяты твои, Еремия. Зато будет поднят подол твой на лицо твое, чтобы открылся срам твой.